Всем тихой ночи. Однажды некий молодой человек, увлекавшийся мистикой, используя самодельное устройство, которое он назвал радиорентгеном, обнаружил под городом Лос-Анджелес обширные подземелья. Событие это заинтересовало сотрудников фонда SCP сразу по двум причинам. Во-первых, само устройство, которое использовал человек, даже теоретически не могло работать, так как было просто нагромождением разного мусора. А во-вторых, найденные подземелья были похожи на легендарный город людей-ящеров из древних историй местных индейцев. Сотрудники фонда быстро поставили подземелья под свой контроль. По большей части внутри не нашлось ничего интересного, старинные артефакты рассыпались в пыль, а древние помещения были полностью разрушены. Однако в глубине обнаружилось странное изнеможденное существо, похожее на ящероподобного гуманоида, находившегося в спячке. Его сразу перевезли в комплекс содержания, обозначив как SCP-088. Существо хранилось в подземельях фонда более 70 лет, и за это время два раза просыпалось и пыталось сбежать. При попытке побега оно проявило некоторые способности, заинтересовавшие ученых SCP. Из своей пасти монстр выделял сложное вещество, которое легко разъедало любые материалы, что позволило ему покинуть камеру содержания. Также это вещество, попадая на человека, вызывало быстрые мутации, которые превращали пораженного в подобие самого SCP-088. Попытки воспроизвести эту субстанцию не венчались успехом, однако исследования продолжаются. Что же это вообще за объект такой? На первый взгляд кажется, что это просто история о том, как фонд SCP поймал рептилоида. Но на самом деле тут все гораздо сложнее. Этот короткий текст на сайте SCP отсылает к целой группе мистических историй, конспирологических теорий. И самое забавное, что некоторые действующие лица этого объекта — это реальные люди. Во всем этом мы сейчас и будем разбираться. Все началось с вождя племени индейцев Хопии по имени Зеленый Лист, который рассказал древнюю легенду о том, что глубоко под землей живет народ людей-ящеров, которые роют себе норы и строят целые города, пользуясь особой жидкостью, той самой жидкостью, которая способна легко растворять камни, после чего им можно придавать любую форму. При этом эти рептилоиды так любят золото, что их города буквально завалены различными предметами из этого металла. Эту историю услышал и записал во время экспедиции некий инженер-горняк и геофизик Джордж Уоррен Шуфельд в 1933 году. И вместо того, чтобы отнестись к ней как к занятному мифу у коренных народов, он принялся серьезно искать жилища древних ящеров. Для своих поисков он построил то самое устройство, которое назвал радиорентгеном и которое, как позже выяснилось, попросту ничего не делало. Однако Джордж утверждал, что при помощи своей чудо-машины он смог составить такую вот карту, на которую были нанесены подземелья древних ящеров и все места, где они хранят свое золото. Согласно карте, подземелье находилось прямо под улицами Лос-Анджелеса и теперь только осталось прорыть до них яму и достать все золото. Историю эту напечатали в местной газете и вскоре она разошлась по всей стране. Вся Америка обсуждала, как простой инженер из Лос-Анджелеса сделал величайшее археологическое открытие и нашел останки древней цивилизации. Приобретя такую известность, Джордж смог получить разрешение на раскопки прямо посреди города и в этом он проявил потрясающее упорство, прокопав дыру в земле глубиной почти 80 метров. Разумеется, он там ничего не нашел, никакого города ящеров, никакого золота, но это, как ни странно, не создало ему репутацию мошенника или сумасшедшего. Пока Джордж копал свою яму, большая часть людей просто забыла его историю. Времена тогда были все же суровые, а те, кто остался с ним, уверяли, что нужно было копать глубже. Так он и копал до самой своей смерти, вместе с группой преданных его делу сторонников. Однажды на аукционе торговцев аномальным маршал Картер и Дарк был продан любопытный лот, дневник путешественника, утверждавшего, что во время антарктической экспедиции 1910 года он встретил проход, уходящий вглубь земли, и в нем он видел странных людей, как будто бы выходящих прямо из подземной пустоты. Лот, конечно же, был выкуплен сотрудником SCB под прикрытием, а через какое-то время в указанное в старинной книге место направилась мог фонда, которая обнаружила вход в огромную полость внутри планеты, где, на удивление, располагалась целая империя похожих на людей существ, вероятно имеющих с человеком общего предка. Все это было обозначено как объект SCP-1483, и далее в файле базы данных фонда описывается, как ученые организации взаимодействуют с местной цивилизацией, попутно основав в их столице настоящее посольство. Поначалу можно подумать, что этот объект основан на идее полой земли как таковой. Мифы о том, что внутри планеты есть пустое пространство, где существуют отдельные экосистемы и даже цивилизации достаточно распространены, и поначалу можно подумать, что объект обыгрывает эту идею как таковую. Но если посмотреть на некоторые детали, например, на то, что цивилизации этой управляют женщины, и в целом там матриархат, а также на то, что местные жители предпочитают мистику технологиям, можно догадаться, что объект SCP-1483 основан на одном конкретном романе аж 1910 года. По его сюжету некая Кэсси провела всю жизнь в морских путешествиях, для чего ей пришлось прикидываться парнем по имени Джек Адамс. И вот однажды корабль Кэсси приблизился к берегам Арктики, но вместо сплошной ледяной стены команда с удивлением обнаружила огромную дыру, в которую их корабль смог легко проплыть. На той стороне оказался целый отдельный мир, где некие человекоподобные существа живут в матриархальном обществе, в целом напоминающим именно то, что написано в SCP-1483. Увидев это, Кэсси пишет книгу от лица Джека Адамса, где и описывает свое приключение. И именно эта книга в мире SCP попадает на аукцион аномальных предметов Маршал Картер и Дарк. Даже дата совпадает 1910 год. Кстати, сама эта книга, которая называется Некуа, написана в формате дневника Кэсси, она же Джек Адамс. То есть книгу написала как бы главная героиня. И это запись о ее путешествиях. Позже настоящие авторы труда, конечно же, нашлись, но история сама по себе достаточно интересная, достойная того, чтобы попасть в мир SCP под номером 1483. Как-то раз полевые сотрудники фонда SCP, недалеко от маленького городка Лидспойнт, нашли приметное место. Это был круглый пруд, вокруг которого стояло шесть заброшенных деревянных домиков. Во время исследований местности агентов ждал неприятный сюрприз. Всюду-то тут-то там попадались скелеты младенцев, а ночью на людей организации набросились монстры весьма неприглядного вида. Это были двуногие существа, похожие на бегающих на задних лапах козлов, из спин которых торчали отростки, напоминающие крылья летучих мышей. Эти твари носились по округе с огромной скоростью до 90 километров в час и пытались разорвать своими рогами всех, кого встречали. Фонду удалось уничтожить этих странных монстров и даже одного поймать и посадить в камеру содержания SCP-4059. Когда все успокоилось, и агентам удалось внимательно изучить содержимое домиков, в одном из них нашлась книга с записями. В ней был описан страшный ритуал саркицистов, в результате которого обычная женщина смогла родить то, что и известно фонду, как SCP-4059. Неопытный читатель сайта SCP может подумать, что, мол, какую же жесть придумают иногда авторы, но вот опытный мог догадаться, что такую жесть обычно придумывают далеко не авторы SCP. Когда-то давно в деревне Литцпойнт в американской глубинке жила женщина, известная как мать Литц. У нее было много детей, аж 12. И вот однажды, где-то в 1735 году, да, это городская легенда очень старая, она решила завести себе 13-го ребенка. И вот по этой легенде, посреди грозовой ночи, Джейн трудилась у себя в саду, как вдруг почувствовала что-то ужасное. Ей стало очень плохо, и она осозналась перед соседями, что ждет ребенка от самого дьявола. Когда время пришло, и ребенок родился, он поначалу был нормальным, однако вскоре начал меняться, и приобрел вид того самого монстра, который и описан в SCP-4059. И в один прекрасный день сбежал, после чего по округе ходит история об ужасном джерсийском дьяволе. Забавно, что мать Литц это реальный человек, и у нее действительно было 12 детей. По какой-то причине соседи не любили ее настолько, что и придумали всю эту историю. Да еще и про основателя семьи Литцов, кстати, человек, именем которого и была названа деревня Литцпойнт. Так вот, говорили, что он был колдуном, и имел целую библиотеку книг по черной магии, которую успешно практиковал. Забавно, что слухи про мать Литц и ее 13-го ребенка оказались настолько живучими, что даже сейчас, спустя почти 300 лет, мы можем читать их в качестве SCP-4059. Вот такие вот интересные корни бывают у объектов на сайте SCP. Всем пока!